Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! В эфире первого республиканского телеканала «Портрет в деталях». И сегодня у нас в гостях глава госадминистрации Дубоссар и Дубоссарского района Эдуард Давидович Концелевич. Здравствуйте, Эдуард Давидович! Здравствуйте! Эдуард Давидович Концелевич, глава госадминистрации города Дубоссары и Дубоссарского района. Родился 19 февраля 1966 года в городе Дубосары. В 1989 году окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт имени Фрунзе. С 1989 по 1997 год работал в дубосарском колхозе «Путь Ильича» в должности заведующего пунктом технического обслуживания, а затем главного инженера. С 1997 по 2011 год занимался предпринимательской деятельностью. В 90-е годы во время вооруженной агрессии Республики Молдова против Приднестровья принимал участие в защите города Дубосары. Эдуард Давидович, в вашей биографии указано, что вы окончили Кишиневский сельскохозяйственный институт. Почему выбор пал именно на этот ВОЗ и как проходила учеба? Я думаю, что многие ребята, как говорится, юноши с детства мечтают о технике. Это им интересно, это их интересует, это им импонирует. Поэтому и я пошел в Кишиневский сельскохозяйственный институт имени Фрунзе. Закончил факультет механизации сельского хозяйства. Кроме этого, мой отец тоже работал в сельском хозяйстве. Это мне было интересно. После окончания института я пошел работать по направлению сельское хозяйство. Пошел работать в родной колхоз «Путь Ильича». Работал вначале за ОПТО, потом работал ведущим инженером по снабжению, потом работал главным инженером. Работа была интересная, можно сказать, даже очень. Приходилось решать многие вопросы. И вообще была хорошая школа жизни. Возникали разного рода проблемы, и приходилось их решать. Опыт приобрелся в этом направлении. По ходу своей деятельности пришлось поездить по бывшему нашему Советскому Союзу. Страна была большая, границ не было, работы было много. Поэтому, когда ставились задачи тех же там запчастей и всего прочего, приходилось выезжать в другие города. Приходилось заключать контракты, договора, поставлять рабочую силу на гиганты машиностроения, такие, допустим, как Южмаш, это Днепропетровск, ЗИЛ Москва, Горьковский автомобильный завод, кстати, на котором я проходил, будучи студентом практику. Также заложье, моторный завод. Опыт в этом был хороший. И я думаю, что в дальнейшем это мне пригодится. Скажите, пожалуйста, а в работе что больше всего запомнилось? В работе больше всего запомнилось то, что был свободный доступ к пересечению границ. Не было этих разных препонов. Можно было свободно ездить по стране в любой конец. Это очень было значимо для предприятия, для сельского хозяйства, в том числе для нашего хозяйства. Это было очень положительно. 47 градусов северной широты, 29 восточной долготы. Эти две цифры укажут путь, но вряд ли опишут красоту самого места. Наши далекие предки назвали его «желтые холмы». Может, потому что оно издревле славилось россыпями виноградников, душистых трав и цветов. Граница между Европой и Азией. Торговые ворота. Край виноделия. Дубасары. Город, основанный в 14 веке, как столица одной из провинций Османской империи, всегда был лакомым кусочком. За него бились татаро-монголы, поляки, немцы, русские и молдаване. Плодородные земли, близость Днестра, позже – гидроэлектростанция. И 400, и 20 лет назад привлекательность территории становилась трагедией для людей, ее населявших. Во время Великой Отечественной именно здесь было еврейское гетто. В 1992-м отсюда началась широкомасштабная агрессия Молдовы. Дубасары первыми приняли удар врага на себя. Участие в защите города принимал и Эдуард Концелевич, уроженец Дубасар. Здесь он, как говорят, рос, учился, женился. Именно с краем желтых холмов связана вся его жизнь. После окончания средней школы – сельскохозяйственный институт, аграрная стезя с техническим уклоном и годы работы в должности главного инженера. Потом – предпринимательская деятельность. Здесь же, в Дубасарах. С Эдуардом Давыдовичем я знакома более 20 лет. Все это время я знаю его как очень порядочного, доброжелательного, вежливого, отзывчивого человека. Порядочность и отзывчивость – эти характеристики Эдуарда Концелевича чаще всего упоминают его друзья и коллеги. Качества, несомненно, важные для руководителя, от решений которого зависит жизнь и благосостояние многих людей, экономическое, социальное и культурное развитие города и девяти сел. Чуть больше двух месяцев Эдуард Давыдович осваивает новую должность – главы Дубасарского района. За период работы его в качестве главы администрации открыла для себя и новые черты его характера. Это и постоянство, твердость и определенность при реализации намеченных целей. А целей и задач много. Решить все даже в самое сложное время можно. Ведь главное условие – сильная воля руководителя. Также в вашей биографии указано, что вы занимались предпринимательской деятельностью. И вот следующий вопрос как раз об этом. Как сегодня развивается малый бизнес в Дубасарах? Сегодня малый бизнес развивается в Дубасарах продуктивно. В ближайшее время в Дубасарах планируется запустить в работу наш городской сельскохозяйственный рынок, где появятся новые рабочие места. Это, соответственно, будут дополнительные налоги в бюджет, поступление налогов. Также откроется еще один торговый центр. Это опять же рабочие места. В этом направлении, как говорится, ведется работа. Но на собственном опыте вы столкнулись с какими-то проблемами именно в малом бизнесе? Есть что говорить о собственном опыте. Могу сказать следующее. В предыдущую эпоху довольно-таки сложно было пересекать нашу таможню, что касается особенно малого бизнеса. Много было различных препонов. Сейчас это, я думаю, намного упрощено, согласно указу президента о пересечении границы. И малый бизнес оживился. На протяжении достаточно длительного времени мы общаемся с главами городов и районов нашей республики. И одна из самых главных проблем, с которыми им пришлось столкнуться, это коррупция. Как с этим обстоит дело в Дубасарах? Хочу лишь небольшой пример привести по коррупции в нашем городе. Конкретный пример. У нас имеется дамба. На ремонт этой дамбы была выделена значительная сумма денег. После ремонта этой дамбы проверку проводила счетная палата. И как минимум 2 миллиона рублей растворилась в неизвестном направлении. То есть это подставные фирмы и все прочее. Сейчас получается так. Дамбу нужно доремонтировать, поднять хотя бы минимум на 50 сантиметров. И тут стал оказаться вопрос, опять же, финансирования. То есть деньги, которые вышли налево, не работают. Я так понимаю, это не единственный пример? Да, это не единственный пример. Примеров, как говорится, много на эту тему. Сейчас этим занимается прокуратура, занимаются правоохранительные органы. И я думаю, результат будет. Что касается коррупционной составляющей в нашем городе, я могу сказать однозначно, что все финансовые криминальные схемы уже ликвидированы. И больше места в нашем городе не должно быть. Как известно, первенец большой электрификации Молдавии – это Дубоссарская гидроэлектростанция. Как сегодня она работает? Наша электростанция – это наша гордость, это наша краса. Она работает достаточно эффективно, снабжает электроэнергией весь наш город и, более того, и часть республики. Электростанция, в принципе, подчиняется не напрямую городу, она подчиняется Террасполю, это государственное предприятие. Конечно, у нее есть ряд проблем, что касается тех же реконструкций машин и всего прочего. Но это занимается на уровне, будут заниматься на уровне правительства. Это не прямая обязанность главы администрации. Вернемся к теме сельского хозяйства. С какими проблемами пришлось вам столкнуться? Начало моей работы было связано с тем, что мы объехали все села нашего района. Посетили каждый детский садик по селам, каждый ФАП, каждую школу. Проблем в этом направлении много. Те же дороги, те же неустроенные люди, нет работы нормальной. Есть проблема еще одного порядка. В школах нужны учителя. Нехватка учительского состава. В больницах или ФАПах нет врачей. Никто не хочет идти работать в село. Одна из проблем решения этого, нужно давать жилье этим молодым специалистам и этим привлекать их к работе. Как в школы, так и в систему здравоохранения. Хочу немножко шире взглянуть на эту проблему сельскую и рассказать немножко предысторию, потому что я с этим столкнулся. Было у нас мощное государство, страна была мощная, и были колхозы. Колхоз отвечал полностью за всю инфраструктуру села. Это касалось школ, всего, абсолютно. Нужно построить школу, пожалуйста, детский садик, пожалуйста, дорогу сделать, пожалуйста. За это все отвечал представитель колхоза. Это было хорошо, и для села это было удобно. Вся техника, которая была в сельском хозяйстве, нужно было для села что-то сделать. Пожалуйста, все сделалось. Система работала хорошо. Единственное, что в этой системе нужно было поменять, это нужно было поменять собственника, чтобы человек почувствовал, что это его. Не так, что колхозное, все вокруг мое, а чувство собственника, чтобы было у каждого. Предыдущее руководство нашей республики не уделяло особого внимания сельскому хозяйству. Существовало такое мнение, что у нас промышленность мощная, 60% промышленности находится на территории Приднестровья. Промышленность работает, продукцию продает, часть продукции продали, купили продукты для населения и все, говорится, гладко. Но оказалось не так. Оказалось, сельское хозяйство забыто в этом направлении, начали сокращаться посевные площади, появились долги перед государством и это все накапливалось, как снежный ком. Вообще, если брать по большому счету, сельское хозяйство во всем цивилизованном мире, оно датируется. То ли это льготные кредиты, то ли какое-то льготное налогообложение, но обязательно датируется. Для чего? Это стратегический вопрос. Потому что продукты питания, это очень важно. Продуктов питания должно быть много и они должны быть доступны и дешевы. У нас на тот период, оно просто было забыто, сельское хозяйство. В результате мы имеем банкротство сельхозпредприятий, после чего конкурсный управляющий берет на себя всю процедуру реализации основных средств этого предприятия. Как правило, допустим, та же техника, все продается даже не в село, даже не этим жителям этого села. Рушатся постройки, которые не просто, которые, допустим, действительно уже рушатся, а их имеет смысл разобрать и продать, чтобы вернуть кредит государству. Рушатся хорошие постройки, которые, допустим, были для молодых специалистов, выделены, уже построены, стоит крыша. Их тоже разбирают до основания, попросту остается груда пыли после этого, причем которая еще и не убирается. Это как бы тоже неправильно, потому что в селе хотя бы минимум нужно было оставить 5-6 единиц техники для жизни самого села. Элементарно дорогу пройти, мусор вывезти, школьников куда-то отвезти, все это ложится сейчас на администрацию города и района, потому что, опять же, в селе нет ничего этого. Как найти выход с положения с этого, что касается наших сел, нашего сельского хозяйства? Для начала хотя бы нужно создать рабочие места. Рабочие места можно создать сейчас, дополнительно выделив немного, хотя бы гитар, два земли сельским жителям, которые способны обработать эту землю. Это уже будет большой грицеплюс в этом направлении. Дальше можно, если вы помните, в советское время занимались заготовкой фруктов, абрикосу заготавливали, заготавливали вишню. Была отправка этой продукции, но, конечно, тогда было проще. Но так или иначе, можно создать малое предприятие по переработке этой продукции, сушить, к примеру, и потом реализовать. К примеру, вот, допустим, вишня – один из самых дорогих продуктов в Европе. Что касается реализации этой продукции за рубежом, у нас сейчас образована Министерство сельского хозяйства, где, кстати, есть структура, которая будет заниматься внешнеэкономической деятельностью. Это будет хорошим подспорь, кажется, для реализации продукции. И тем более, кажется, таможенные процедуры упрощены в этом направлении. Это тоже замечательно. Чтобы село наше немножко реанимировать, можно различные инвестиционные фонды предлагают варианты для тех же школ, которые находятся в селе, чтобы, допустим, отремонтировать крышу, полы поменять, двери, окна. Все это за предыдущие годы пришло, скажем так, плачевное состояние. То есть можно эти фонды привлечь. Как правило, в каждом селе есть и предприниматели, есть люди, которые вокруг землю взяли в аренду. Их тоже можно привлечь для оказания, скажем так, гуманитарной помощи для села. Что касается, вот в селе обычно больная тема тоже дороги. Вот едешь в село, это все. Дороги, это очень сложно. На одном из совещаний президент нам озвучил тему новых технологий для ремонта дорог, для восстановления дорог. Мы этим делом занялись вплотную, поинтересовались. Киевский институт разработал интересную технологию по восстановлению дорожного покрытия. Эта технология, во-первых, она экономичнее по сравнению с асфальтом в 5-6 раз. Это очень существенно. Более того, не нужно строить никакие асфальтовые заводы и всего прочего. Итак, вкратце технология. Грунтовое покрытие. Вот элементарно. Где дорогу делом? Вот тот же грунт. Два варианта. Можно прямо на дороге это все делать, или можно возле дороги содействовать поле. Это рыхлица земля, 50% составляющая, потом 30% засыпается песок сверху, 18% засыпается пыль угольная и 2% цемент. Это все перемешивается. После этого вносится такое специальное вещество, называется дарзин. Оно распыливается, потом еще раз все это перемешивается, грузится на машину, выводится на дорогу, разравнивается и укатывается. Получаются дороги пятой категории. Срок эксплуатации как минимум 30 лет. И дешевле намного. То есть, что касается наших сел, всех этих дорог, даже дороги, которые у нас по городу проходят, по окраинам, очень было бы замечательно их отреставрировать. Тем более средств нужно намного меньше. Поэтому, если будет возможность у нас привлечения каких-то инвестиций в этом направлении, мы обязательно эту технологию попробуем у себя в районе, в городе. Но перспективы, в принципе, обозначены по развитию сельского хозяйства. А какие-то конкретные шаги на сегодняшний день уже предприняты? Да, на сегодняшний день мы работаем с фондами, также работаем с предпринимателями, которые работают непосредственно в сельской местности. Уже сегодня есть, кажется, подвижки в этом направлении. Помогают, допустим, где там окно поменять, где дверь, где холодильник купить, где отреставрировать половое покрытие. То есть, позитивные есть настроения в этом направлении. Работа есть позитивная. Эдуард Давидович, одна из сфер деятельности, которой сегодня могут гордиться дубосары, это спорт. Среди дубосарцев неоднократные чемпионы мировых и европейских первенств. Какое внимание сегодня уделяется спорту? Дубосару спорту уделяется особое внимание. У нас очень развит достойный теннис, гребля и школа борьбы и бокса. Жалко, конечно, что во время боевых действий была одна гребная база просто разрушена до основания. Вторую мы почти всю восстановили, и она набирает обороты. Но настольный теннис у нас вообще был прославлен, кажется, на весь мир. Хотя и по греблям тоже много чемпионов и Европы, и мира было. У нас спорт на достойном уровне. А что касается ваших отношений со спортом, какое место занимает он в вашей жизни? Ну, скажу, что свою бытность, когда я учился в сельскохозяйственном институте, я тоже занимался спортом. Это была академическая гребля на Ялах. Три года я был в составе сборной Молдавии. Неоднократно мы выигрывали чемпионат Одесской области. Хотя, скажем так, наша республика относительно сухопутная. Украина – это морская держава. Но так или иначе мы у них выигрывали и неоднократно. Ездили на чемпионат СССР в Красноярск. Вообще было очень интересное время. Спорт – это замечательно. Эдуард Давидович, у посетителя официального сайта города Дубасары есть прекрасная возможность оставить лично вам сообщение и задать интересующий вопрос. Откуда инициатива создания такого интерактивного общения? Хочу сказать, что сам сайт был уже создан, но не было общественной приемной в этом сайте. Это была моя инициатива. Мы создали общественную приемную на сайте. Что это такое и для чего оно? Сейчас, чтобы обратиться к главе администрации, не нужно той же бабушке и другим бегать в администрацию, записываться в очереди, стоять и всего прочее. Элементарно, если есть интернет, заходите в интернет, заходите на сайт, пишите письмо. Письмо обязательно рассмотрится, примется решение по этому письму и будет отписан ответ. Как открылась у нас общественная приемная, даже с Казахстана нам обращались по поводу Великой Отечественной войны, захоронения, какие погибших спрашивали. Мы им давали тоже официальный ответ. То есть это замечательно. Это 21 век. А с какими вопросами чаще обращаются люди? Больше люди обращаются с вопросами коммунальными, скажем так. Или где-то порыв какой-то, оперативно сообщают, чтобы быстренько выезжала бригада и отрабатывала это дело. Бывает просто благодарят за какую-то проделанную работу. И так тоже бывает. Или даже с праздником бывает поздравляют. Создание общественной приемной, я считаю, что благотворно повлияло. Потому что тот же житель Дубасар может высказать предложения свои, даже по улучшению какой-то ситуации в городе. Как лучше обустроить город. Это элементарно и очень удобно. Поэтому я считаю, что это было сделано своевременно. Скажите, пожалуйста, Эдуард Давидович, а как близкие отнеслись к вашему назначению? В принципе, это серьезная должность. Близкие отнеслись, конечно, поддержали меня в этом морально. И сейчас тоже поддерживают морально. И по традиции в завершении нашего разговора ваше жизненное кредо. Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мы, друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Эдуард Давидович, спасибо большое за откровенный разговор. И вам спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был глава госадминистрации Дубосар и Дубосарского района Эдуард Давидович Концелевич. Новый интересный разговор и новый гость совсем скоро на Первом республиканском телеканале. Не пропустите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok